Доброго утра всем, кто начинает день с Первым Приднестровским. В эфире ежедневная бодрящая программа «Утренний кофе» и мы, Лидия Салкуцан. И Николай Штанский. Знаем, как сделать утро добрым и позитивным. Сегодня мы выясним, куда исчезли некоторые буквы из русского алфавита. Почему важно ставить точки над «е» и как это связано с автомобилем. Вспомним детскую игрушку «йо-йо» и узнаем, почему «йо» на клавиатуре стоит особняком. Впрочем, вы уже, наверное, догадались. Тема передачи «Седьмая буква алфавита». Спорная и загадочная «йо». В этот день, 29 ноября, в 1783 году, Екатерина Дашкова, княгиня и руководительница Императорской российской академии, при обсуждении редакции нового толкового словаря, предложила звук «йо» обозначить на письме не двумя знаками, а одним буквой «йо». Новаторскую идею княгини поддержали, а с легкой руки историка, государственного деятеля, литератора Николая Крамзина, буква «йо» приобрела популярность. Он был первым, кто использовал «йо» в печатном издании, вышедшем довольно большим тиражом. То есть, сегодня букве «йо» исполняется 229 лет. По сравнению с остальными литерами русского алфавита, совсем еще молода. Йо-май-йо! Частенько можно услышать это выражение, когда, например, кто-то что-то забыл и от этого очень огорчается. Но нашим телезрителям вспоминать «йо» от огорчения не придется. Если вы забыли приготовить блокнот и ручку, чтобы записать очередной вкусный рецепт от наших утренних поваров, не расстраивайтесь. Все выпуски программы есть на нашем сайте в интернете и на портале YouTube. Как приготовить очередной кулинарный шедевр, узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Это «Легкий завтрак» на Первом Приднестровском. И сегодня я покажу, как можно приготовить вареники по уникальному рецепту. Вареники шоколадные. Итак, приступим. Для этого мне понадобится грамм 200 муки, какао. Какао примерно 3 столовые ложки. 50 граммов шоколада. У меня вот в таблетках шоколад такой. Вы можете использовать любой, который в магазине продается. Главное, чтобы он был черный. Горький шоколад. Творог, одно яйцо, сливочное масло. Итак, для того, чтобы замесить тесто, я уже закипятил воды. Я его немного запарю, перед тем, как замешивать его буду. Кипящей водой прям запарим муку одну часть. И хорошо тщательно перемешаем. Пока тесто горячее, я добавлю туда щепотку соли. И буду постепенно вводить туда какао. Размешали муку, кипяток и какао. Теперь грамм 50 сливочного масла нужно растопить вместе с шоколадом. Растопленный шоколад с сливочным маслом. Немного его перемешаем, чтобы он соединился с маслом. И так же его отправим в наше тесто. Опять все перемешаем. Теперь нужно дать одну минуту, для того, чтобы тесто чуть-чуть остыло. Половину яйца я добавлю в тесто, а половинку добавлю в творог. И еще раз тщательно вымешиваю тесто. Когда тесто уже начнет отставать от ложки, на стол можно высыпать немного муки. И продолжить его вымешивать уже на столе. И оставим его еще на одну минуту. А пока тесто будет отдыхать, я сделаю фарш для наших вареников. Примерно 200 грамм творога. Полная столовая ложка изюма. Вылью туда. Взбитое яйцо. Пол яйца, которое у нас осталось. Щепотку соли. И пару столовых ложек сахара. И все это тщательно перемешаю. А для того, чтобы вареники были еще вкуснее, я в начинку добавлю буквально пару капель ванильного экстракта. Все, начинка готова. Теперь можно раскатывать тесто или пить вареники. Такое тесто тем хорошо, что его не нужно стараться делать очень тоненьким, потому что это тесто само по себе вкусное. Теперь вот такой вот формой я буду вырезать кругляшки теста для вареников. И на каждый кругляшок теста я выложу понемногу нашей начинки. Также вместо творога можно использовать и вишню, и клубнику. Можно использовать мак. Тоже будет очень вкусно. Теперь всеми нами знакомыми движениями вот так вот их защипываем. Налепленные вареники я отправлю вариться примерно на 5 минут или до тех пор, пока они не всплывут. Готовые вареники нужно выложить на тарелку. С добрым их сливочным маслом. И можно подавать к столу. Будьте здоровы и приятного аппетита! Помнишь, в детстве на улице бабушке продавали яркие такие шарики на резиночке? Ты его запускаешь, а он по инерции к тебе назад скачет. По-моему, они тоже йо-йо назывались. Ну, назывались они и так, да, но это не совсем правильно. Настоящий йо-йо – это два диска, соединенных оси, на которых наматывалась веревка. А раньше йо-йо делались из цельного куска дерева, сейчас из пластика, различных металлов, алюминиевых сплавов. У этой игрушки много поклонников. Во всем мире ежегодно даже устраиваются чемпионаты по трюкам с йо-йо. А представляешь, сколько терпения надо и ловкости, чтобы выучить все эти трюки? О такой детской, взрослой забаве наш сюжет. Наверное, никому из нас не нужно объяснять, что такое игрушка йо-йо. Многие играли с ней в детстве, но далеко не каждый знает, что это одна из древнейших забав на планете. Кто именно изобрел эту незамысловатую игрушку, сказать трудно. Одни считают, что йо-йо придумали японцы, другие приписывают авторство китайцам, третьи уверены, что во всем виноваты древние греки. И действительно, изображения подобной вещицы встречаются на древнегреческих вазах, расписанных за 450 лет до нашей эры. Потом о ней надолго забыли. Но уже в 16 веке на Филиппинах использовали похожие предметы для охоты. Это был отшлифованный камушек на длинном кожаном ремешке. Охотник запускал его так, что оружие обвивало шею животного. При промахе кругляш, как на пружинке, возвращался в руки охотника. Так что в бытность свою йо-йо было грозным оружием. Ну а позже стала просто игрушкой, которая развивает координацию, реакцию и ловкость. На первый взгляд йо-йо чрезвычайно простая игрушка, которая выглядит как катушка, привязанная к концу веревки. Однако современное йо-йо – это не просто пластмассовый диск на веревочке, а такой же высокотехнологичный продукт и модный атрибут молодежной культуры, как ролики или сноутборд, с не менее сложными технологиями производства и различными моделями. В умелых руках незамысловатая игрушка становится чем-то экстраординарным. Опытный йо-йокер может выпускать ее во всех направлениях. Она будет порхать в воздухе, перескакивать с веревки на веревку и в одно мгновение возвращаться в ладонь. Проводятся даже международные турниры, на которых каждый желающий может продемонстрировать свое умение манипулировать озорной вещицей. Придуманы разные стили игры, такие как лупинг, стринг, фрихенд. В каждом из них есть категории трюков, которые под силу лишь профессионалам в этом необычном деле. И таких, оказывается, не так уж мало, ведь игра с йо-йо является национальным видом спорта в некоторых странах, а в Америке даже введен праздник, посвященный причудливой игрушке. Но даже если вы не ребенок и не профессиональный йо-йокер, эта забава в любом случае принесет вам только положительные эмоции. Это отличное средство снять напряжение и поднять в себе настроение. В современном русском алфавите 33 буквы. Йо занимает в нем почетное седьмое место. Однако так было не всегда. В свое время использовали такие буквы, как Ять, Ерь, Фитта, Ижица и даже Омега, Пси, Кси и Зела. Но с развитием языка эти литеры исчезли. А сегодня многие спорят, нужна ли нам Йо, ведь эту букву на письме вполне заменяет Е. Некоторые обидно даже называют Йо недобуквой. Недо, но хочется назвать их, особенно когда видишь рекламный слоган и не знаешь, как прочитать. Все для вас или все для вас? Спешу тебя успокоить. У Йо много защитников. Существует даже официальный союз Йофикаторов России, которые борются за ее полноценное существование. А в Ульяновске открыли памятник букве Йо. Но будем надеяться, что Йо останется в нашей письменности. А вот почему исчезли некоторые другие буквы в следующем сюжете. В начале 18 века Петр I провел реформу азбуки. Трудные для написания буквы были заменены так называемым гражданским шрифтом. Именно такими буквами с небольшими изменениями пользуемся мы и сейчас. В 1917-1918 годах произошла еще одна языковая реформа. Был принят декрет о введении новой орфографии, которым отменили буквы Ять, Ижицу, Фиту и Ер в конце слова. Что же это были за буквы и почему их изгнали из алфавита? Ять – 30-я буква в древнерусской грамматике. В наше время ее заменила буква Е. Буквы Ять и Е произносились совершенно одинаково, и в написании многие допускали ошибки. Такие трудности приносили школьникам много огорчений. Букву Ять называли буквой Пугалом, буквой Страшилищем. Ученикам приходилось механически заучивать правила Наять. Ошибки Наять считались самыми страшными. Выражение, которое сложилось в ту пору, было известно всем. Знать Наять – оно означало знать что-либо самым наилучшим образом. Ижица в церковной азбуке была последней 42-й буквой. В современном языке ее роль выполняет буква И. Буква Ижица выглядела как римская цифра 5 и чем-то напоминала перевернутый кнут. Отсюда и пошло выражение «пописать Ижицу», что означало «выпороть». И правда, попробуйте определить, в каких словах какую букву написать. Вот перед вами три слова. Первый слог всех трех слов произносится одинаково, но в зависимости от значения слова на письме обозначался тремя разными буквами. В первом слове писали букву И, во втором – И с точкой, в третьем – Ижицу. И хотя сложности и путаницы было немало, отменили Ижицу относительно недавно. Буква просуществовала в алфавите вплоть до реформы 1917-1918 годов. Необходимость твердого знака в русском алфавите сейчас не оспаривается никем. А до реформы 1917-1918 годов он назывался «Ер» и писался в конце слов после твердой согласной, не неся при этом особой смысловой нагрузки. Однако при этом он занимал более 8% времени и бумаги при печати, и стоил России ежегодно более 400 тысяч рублей. Без алфавита современному человеку никуда. Не только потому, что без таких палочек, колечек и крючочков не будет никакой письменности, ни газет, ни книг, никакой кошмар интернета, но и потому, что слишком уж мы привыкли к выражениям вроде «от А до Я» или «Я» – последняя буква в алфавите. И заменить на что-нибудь вроде «З» – последняя буква в алфавите – не получится никак. 33 буквы осталось, а язык наш не теряет красоты и богатства. Каким бы ни был богатым наш язык, но у некоторых слов, которые бы описывали то или иное состояние или действие, все-таки нет. Некоторые иностранные слова перевести на русский можно не одним словом, а только целой фразой. Например? Ну, например, «fant de l'oeur» переводится дословно с французского как «дно воздуха». Вообще же выражение означает следующее – на улице тепло, и светит солнце, и вроде бы нужно одеться легко, но на самом деле очень холодно. Не просто холодно, а прям до дрожи. Ничего не понятно. Сейчас поймешь. Александра Шипилова все подробно объяснит. В разных наречиях мира встречаются слова, для которых нет аналога в других языках. Но при этом чувства, описываемые такими словами, понятны не только носителям языка. Через них проходят люди во всех странах мира, и увидев краткое название того, чему посвящены целые тексты, можно невольно воскликнуть «Ага, так вот что это было». «Tartle» в шотландском – паническое состояние, когда вы должны познакомить с кем-то человека, а имени его вспомнить не можете. «Ваби-саби» – в японском возможность увидеть нечто прекрасное в несовершенстве, например, в отсутствии рук и головы у статы ники самофракийской. Португальское слово «десенраскинку» – возможность выпутаться из затруднений, не имея для этого непродуманного решения ни вообще каких-либо возможностей. Самый приблизительный аналог родится в рубашке, но это все равно совсем не то. «Каэлин» – датский. «Видели женщин, которые стоят во дворе, ресторане, парке, супермаркете и орут на собственных детей». Ну, датчане называют их именно так. «Кумэшпекс» – немецкого дословно переводится как «бекон горя». Вообще же обозначает действие, когда вы начинаете неумеренно есть все подряд, чтобы заглушить свою депрессию. «Ретрувай» – французское слово «счастье от встречи после долгой разлуки». Такое простое и важное понятие. Оно знакомо растущему числу тех, кто поддерживает отношения на расстоянии. Тех, кому доступна только взрывная радость редких встреч. Странно, что такого слова пока нет в нашем языке. Оно отлично подходит нашему времени. «Форельскет» – в переводе с норвежского «эйфория» – от первой влюбленности. Удивительное состояние, когда все мысли и чувства сосредоточены на любимом, а нервы покалывают иголочки новизны этих ощущений. Посмотреть на мир глазами иностранца можно, поняв значение непереводимых слов его языка. Их еще называют безэквивалентными, но перевести их на другой язык все же можно, пусть и большим количеством слов. Зачем нужна буква «йо» в алфавите? Стоит ли ее беречь? И вообще о богатстве русского языка мы поговорим сегодня с профессором кафедры родного языка литературы Приднестровского госуниверситета Людмилой Ивановной Демченко. Доброе утро, Людмила Ивановна. Доброе утро, Людмила Ивановна. Бытует мнение, и очень сейчас его пропагандируют, особенно в сегодняшние дни, что «йо» — это исконно русская буква, и это наш менталитет, и мы должны беречь ее, и холить, и лелеять. Так ли это действительно? Да, это так. Это действительно. В других, почему только существует она в алфавитах, которые созданы на базе нашей кириллицы. Вся полиграфическая продукция, она XX века точно выходила без буквы «йо». То есть все, так сразу и не разберешь, что именно написано, то есть надо быть в контексте. Сейчас борются за появление именно в типографском варианте буквы «йо». Вот вы как к этому относитесь? Вышло постановление 2007 года, в котором рекомендуется во многих учебниках, в учебниках обязательно ставить «йо». Даже вот я сейчас делала учебник для 10-го класса, и весь учебник надо было перечитать заново и везде точки расставить. То есть изначально вы не расставили точки? Нет, конечно. Было «йо». В литературе для детей, особенно младшего возраста, обязательно ставить «йо». Сейчас в учебниках даже 10-11 класса все равно нужно ставить букву «йо». Затем в словарях обязательно проставляется буква «йо». Но что удивительно, в словаре требуют ставить букву «йо», мы говорим, что это самостоятельная буква, но с другой стороны слова на «е» и «йо» даются вместе в одном разделе. То есть лишаем тем самым самостоятельности буквы «йо». Давайте поговорим о том, что еще сейчас происходит в русском языке такого значимого. Ну, что интересно, была попытка создания новой орфографии. Как слышим, так и пишем. Да, у нас есть слова, которые мы пишем по фонетическому принципу. То есть как слышим, так и пишем. Дом. Никак его по-другому не произнесешь. Но если мы будем ворона, слышим ворона и будем писать ворона, то тем самым мы же этимологию слова закроем. Мы тем самым потеряем корни. Мы в языке будем анкурты. Зато двоечники в школе были бы отличниками. А двоечники будут отличниками. Правда? Сейчас еще я наблюдаю то, что происходит в интернете. Вот молодежная речь, язык чатов, язык форумов всевозможных. Он же оскудел. Ой, это страшно, это страшно. Вы знаете, и самое удивительное, что даже образованные люди совершенно спокойно используют жаргон. Вот выступала ректор Петербургского университета по телевидению. И с таким, знаете, с удовольствием она говорила о том, я изучаю молодежный жаргон, чтобы разговаривать со студентами. Ну, это же не поднимать студентов к своей планке. Планку не поднимает, а наоборот опускает. Понимаете, планку. Есть ли логика? Зачем учиться? Зачем учиться? Демократизации так называемой. А вот те процессы, которые происходили, мы помним, на уровне Министерства образования российского, который разрабатывает определенные стандарты в русском языке, издает словари. Вот мы помним все эти истории с кофе среднего рода, о новом словаре под редакцией Кузнецовой. У нас есть этот словарь, мы пользуемся им. И, конечно, мы обязаны, раз этот словарь вышел, утвержден, и Академия дала ему жизнь, то мы, конечно, должны пользоваться этим словарем. Но на самом деле, конечно, этот словарь размыл все литературные нормы. Можно так, можно так говорить. Так что происходит? Упрощается язык? Язык обогащается, обогатился, смотрите, и заимствованием, и за счет внутренних ресурсов, за счет словообразования обогатился язык, за счет приставок, суффиксов, различных их соединений и так далее. Это же бесконечный процесс. Но он засоряется за счет жаргонов. Я знаю, что в Британии они выпускают ежегодно словарь оксфордский, который ежегодно пополняется большим количеством. То есть там большой аппарат языковой приходит ежегодно, и это считается нормой. У нас вот постоянно происходит борьба между литературной нормой узаконенной словарной и теми новшествами, которые в язык приходят. В каком направлении правильнее идти? То есть за сохранение литературной нормы или за расширение? Нет, язык явление динамическое. Он не стоять на месте не может. И держаться только за те нормы мы с вами уподобимся в этом случае Шишкову, который требовал изъять все заимствованные слова. И отсюда анекдоты были. Хорошилище, макроступах идет по ресталищу, на позорище в театр. Отказаться от заимствования, отказаться от новой лексики нельзя. Но надо все-таки разумно ее использовать, и нужно знать какую-то меру. Каждое утро мы просим наших гостей о каком-нибудь напутствии, пожелании, о совете, о том, как начать день так, чтобы он прошел позитивно. Ну, в отношении языка сразу, так как я языковед, все-таки в отношении языка обогащайте нашу речь. Не засоряйте нашу речь. Делайте ее мелодичной, приятной на слух. И тем самым вы повысите свою собственную культуру. Спасибо большое, что пришли к нам. Мы желаем вам хорошего настроения на весь день. Спасибо. А ты знаешь, что в русском языке существует фамилия только из одной буквы? Йо. Нет, этого не знаю. Но знаю, например, что французского актера Жерара Депардье на самом деле зовут не так. То есть его фамилия правильно звучит Депардье. Рерих на самом деле Рерих. А отчество Ильич в творительном падеже через Йо писалось только у Ленина, вождя пролетариата. Кстати, российский поэт Афанасий Фетт тоже был фиот, оказывается. Этот великий человек прожил полную драматизма и противоречий жизни. Он был достаточно мрачным, консервативным, расчетливым и практичным в делах. И одновременно тончайшим лириком, воспевшим красоту природы и человеческих чувств. Его звали Афанасий Фетт. Афанасий родился 21 ноября 1820 года в усадьбе Мценского уезда Новоселки в Орловской губернии. Обстоятельства его рождения покрыты тайной. Первые 14 лет жизни он носил фамилию Шиншин, взятую от отца Шиншина Афанасия Неофитовича. Представители духовной власти Орловской области обнаружили, что ребенок у Шарлотты Фетт, матерь писателя, родился задолго до венчания. Поэтому некоторые исследователи биографии Фетта считают, что Шиншин не был родным отцом Афанасия. Так по решению духовенства дворянин Шиншин Афанасий Афанасевич стал незаконно рожденным Афанасием Феттом и потерял право на наследство. Эта история практически всю жизнь не давала покоя писателю, создавая ему дополнительные трудности. Молодому человеку пришлось делами доказывать свою принадлежность к дворянскому роду. Два года Афанасий проучился в частном пансионате «Вера», где написал свои первые произведения. Через год Фетт стал студентом Московского университета. Затем, дабы получить дворянский титул, он поступил на военную службу, но ушел в отставку. В эти же годы, влюбившись в Марию Лазич, умную и талантливую девушку, Афанасий не стал связывать себя узами брака, так как оба были очень бедны. Хотя любовь к этой девушке можно разглядеть во многих стихотворениях поэта. Вскоре Мария погибла, сгорев от спички, которую плохо потушила. Поговаривали даже, что это было самоубийство. В 1950 году Фетт женится по расчету на сестре известного врача Боткина, Марии Петровне Боткиной. Он стал богатым человеком, а специальным указом Александра II ему был возвращен титул дворянина и фамилия Шиншин. Фамилия известного русского поэта Афанасия Афанасьевича Фёта немецкая по происхождению. Была искажена при печати его первой книги. Вместо буквы Ё была написана Е. Известность он получил именно под этой фамилией. Даже после возвращения титула, литературные произведения и переводы, поэт продолжал подписывать фамилии Фетт через Е. Вроде бы кажется, ну какая разница, как пишут твою фамилию или имя, ведь все равно называют правильно. А нет, всего из-за двух недописанных точек над Е полностью меняется фамилия человека. А сколько юридических проблем возникало у наших граждан из-за неродилых паспортисток? Получается порой, что по одному документу человек Еременко, а по другому, например, Еременко. Но если учесть, что в русском языке 12 мужских и 5 женских имен, в которых присутствуют Ё, Артем, Семен, Алена, Матрена, ну и другие, и более 300 фамилий различаются только наличием в них Е или Ё, то проблемы действительно есть. У нас таких вносят в так называемую группу бюрократического риска. В России, как и у нас в Приднестровье, существует так называемая группа бюрократического риска. В нее входит около 5% граждан, которые имеют фамилии, имена или отчества с двоедним правописанием или произношением. Это такие имена, в которых содержится буква Е, Ё и И, краткая. Зачастую в письме используется буква Е, тогда как фамилия или имя произносятся с буквой Ё. Казалось бы, и что? Чтобы понять весь масштаб проблемы, стоит обратиться к истории. Буква Ё начала использоваться в русском языке в конце 18 века. Октябрьская революция закрепила ее на седьмом месте русского алфавита, и она стала общепринятой нормой. Сфера применения Е расширялась и в письме, и в печати. А в 1956 году в СССР написание Е официально было утверждено правилами русской орфографии и пунктуации, которые действуют по настоящее время на территории Российской Федерации. Однако с конца 60-х годов буква Ё по какой-то неведомой причине начала вытесняться из текстов, похожей внешне, буквой Е. Именно в актовых записях того времени и стали появляться разночтения и несоответствия, приводящие сегодня к бюрократическим проблемам. Так трудности могут возникнуть при обращении в отдел социальной защиты населения, оформлении пенсии, трудоустройств и так далее. Встречаются казусы, когда муж, жена и дети, имеющие фактически одну и ту же фамилию, имеют паспорта, различающиеся тем, что у одного члена семьи фамилии прописано Ё, а у другого вместо неё стоит буква Е. Поэтому лучше повнимательнее отнестись к документам на стадии оформления и получения, проверить, правильно ли записаны ваши фамилия, имя и отчество, нежели потом исправлять ошибки и разночтения, в том числе и в судебном порядке. Хотя, если уж вы не заметили ошибки сразу, паниковать не стоит. Специалисты говорят, исправить ошибку сложно, но возможно. То есть у людей возникают проблемы при написании или при оформлении документов. Это такие проблемы, допустим, если нужно будет перевод каких-то документов. И люди обращаются в наш ЗАГС с заявлением об исправлении, допустим, имени, либо фамилии, ну и отчество, соответственно. Самый главный первый документ, который является основанием для исправления, это свидетельство о рождении. Если уж так случилось, что вы столкнулись с такой проблемой, то первым делом стоит обратиться в ЗАГС по месту прописки. Там вам объяснят, какой перечень документов вам необходим для исправления ошибки. Конечно, каким будет имя вашего ребёнка, Алёны или Олена, Артём или Артем, решать вам. Но если вы решили прописать законные две точки в документах, будьте готовы крайне внимательно относиться к такому имени на протяжении всей жизни и проверять, правильно ли написано имя в каждом заново оформленном документе. А в русском языке около 12,5 тысяч слов с ЙО. Из них около 150 на ЙО начинаются и около 300 на ЙО заканчиваются. Частота встречаемости ЙО 1% от текста. То есть на каждую тысячу знаков текста приходится в среднем по 10 ЙОшек. Есть в нашем языке слова с двумя и даже тремя буквами ЙО. Трёхзвёздный, четырёхбёдерный, бюрё-лёх, река в Якутии, бюрё-гёш и кёгё-лён. Мужские имена на Алтае. Так сразу и не поймёшь, на какую из ЙО ставить ударение. Российские программисты создали ЙОТАТОР, компьютерную программу, которая автоматически расставляет литеру с точечками в тексте. А художники придумали ЙОПЕРА. Это значок для маркировки ЙОФИЦИрованных изданий. Бизнесмен и миллионер Михаил Прохоров замахнулся ещё дальше на ЙОМОБИЛЬ. Ему по статусу положено ЙОУ. О чудо-машине Ирина Гуско. 13 декабря 2010 года в павильоне на Тверской впервые был показан амбициозный проект российского миллиардера Михаила Прохорова. Гибридный автомобиль, работающий на электрическом токе и газе. Название его ЙОМОБИЛЬ. Изобретателям хотелось подчеркнуть, что это истинно русский продукт. А как всем известно, буквы ЙО не отыскать больше ни в одном алфавите. Все автомобили имеют по две подушки безопасности, круиз-контроль, автоматическую блокировку колес и антипробуксовку. Двигатель для всех машин также предлагается в одном варианте. Мощностью 60 лошадиных сил, который потребляет 3,5 литра топлива на 100 километров. Запас хода при полной заправке обоих баков, 20 литров бензина и 20 литров газа, составляет 1100 километров. А максимальная скорость 130 километров в час. Михаил Прохоров, создатель автомобиля, попытался развенчать мифы, которые возникли вокруг этого проекта. Ведь многие считают, что в России не могут делать качественные автомобили отечественной сборки. И ни один уважающий себя человек не сядет в автомобиль с названием ЙО. Российский миллиардер завел кросс-купе от собственного телефона. После чего сел в авто, показывая, что и высокому человеку будет комфортно в ЙО автомобиле. Стоимость народного автомобиля начинается с 350 тысяч рублей. Во внешнем облике новинки прослеживаются черты многих современных автомобилей. Внешность микровена напоминает Honda Jazz. Спереди кросс-купе навевает мысли о Kia Cerato или Chevrolet Cruze. А сзади автомобиль очень похож на BMW X6. Но, как говорят разработчики, дизайн для этих автомобилей важен, но не является главным. Изготовители планируют не только завоевать российский рынок, но и начать экспорт в Европу. Сегодня 29 ноября. Четверг. Луна в знаке близнецов. Эмоции сегодня переменчивы, поверхностны. Возрастает стремление общаться и знакомиться с другими людьми. Интерес к окружающему не позволяет сидеть на месте. Сегодня легко общаться с руководством. Но разговоры могут так и остаться разговорами, без серьезных результатов. Однако в том, что вас выслушают и примут ваше мнение к сведению, не сомневайтесь. В семье можно наконец-то выбрать время и обменяться новостями, обсудить семейные дела и написать письма родственникам. Ну а о том, что сегодня сулят солнце и звезды, в нашей рубрике «Ежедневный гороскоп». У ОВНов сегодня не исключены трудности, но есть возможность справиться с ними очень быстро. Ваш секрет в способности привлекать к себе людей, которые будут помогать вам выполнять любые ваши просьбы и поручения. ОВНы блестяще справляются с решением организационных вопросов, вовремя проявляют лидерские качества. Вам нет равных в предотвращении и урегулировании семейных конфликтов. У Стрельцов сегодня даже самые скромные достижения сыграют важную роль в дальнейшем развитии вашей карьеры. Сейчас вы создаете прочный фундамент своего профессионального будущего, которое вполне может быть блестящим. Хороший день для начала совместных проектов, можно вкладывать собственные деньги в их реализацию. Даже если у Близнецов сегодня на пути встанут серьезные преграды, можно не сомневаться, что вы их преодолеете. Этот день хорошо подходит для общения, в особенности для публичных выступлений. Вы говорите очень убедительно и веско, а о планах на будущее рассказываете с таким энтузиазмом, что не одобрить их просто невозможно. Легкий и радостный день сегодня у раков. У вас не так много хороших идей, но вы на лету подхватываете чужие, если они этого заслуживают. И реализуете это наилучшим образом. Очень хорош этот день для учебы, причем чем сложнее дисциплина, которой вы посвятите свое время, тем значительнее будут успехи. Этот день может положить начало грандиозным переменам к лучшему во всех сферах жизни львов. Звезды благосклонны к вам, охотно поддерживают все ваши начинания. От вас же требуется лишь серьезность, настойчивость и готовность учиться. Если в этот день начинаются романтические отношения, можно не сомневаться в том, что складываться они будут совершенно не так, как все предыдущие. Многое становится возможным благодаря удачливости дев. Можно идти на риск, экспериментировать, искать новые пути. Люди, с которыми вам сегодня предстоит иметь дело, не так просты, как кажется окружающим. Но вы сможете понять, каковы их истинные намерения. Недавние недоброжелатели готовы встать на вашу сторону. У весов сегодня вероятен успех в финансовых делах. Заключенные в этот день сделки вскоре принесут прибыль. Хорошо проходят переговоры с женщинами-партнерами. С мужчинами лучше общаться в неформальной обстановке. Новые знакомые судят о вас по одежке. Помните об этом, когда будете собираться на важную встречу. Воздержитесь от экстравагантных поступков. Близкий человек порадует неожиданной новостью. У скорпиона в сегодняшний день подходящий для работы и других занятий, вызывающих у вас неподдельный интерес. Вы очень практичны, серьезны, едва ли кому-то удастся сбить вас с избранного пути или ввести в заблуждение. Многовато будет разговоров, они отнимают время и не несут важной информации. Зато позволяют произвести благоприятное впечатление на окружающих. Перед стрельцами сегодня открываются новые перспективы. Однако далеко не всем представителям знака удается оценить их правильно. Доверяйте своей интуиции, но и к советам окружающих не забывайте прислушиваться. Можно решать финансовые вопросы, обсуждать условия раздела имущества, возможны незначительные разногласия с близкими, споры из-за пустяков. Козероги сегодня хорошо справляются с любыми делами, за которые берутся в этот день. Можно браться за решение сложных задач, приступать к выполнению трудных заданий, не опасаясь неудачи. Ваши идеи очень хороши, неудивительно, что окружающим они приходятся по вкусу. Есть шанс найти новых инвесторов и влиятельных покровителей. Благоприятный день для деловых контактов, переговоров, а также и решений организационных вопросов сегодня у водолеев. Несмотря на обилие дел и задач, ожидающих решения, вы не теряетесь, ничего не упускаете из виду, не допускаете ошибок. Возможны денежные поступления. У рыб сегодня вероятен прогресс в деле, которому вы последнее время отдали немало сил. Сейчас у рыб появляется возможность получить ответы на важные вопросы, получить информацию, которая вскоре пригодится. Отношения с деловыми партнерами складываются гармонично. Удается найти необходимые компромиссы, заключить договоренности, обещающие плодотворное сотрудничество. И это все на сегодня. Впереди новый день, новые впечатления, встречи, события и, конечно, новые интересные передачи на Первом Приднестровском. Мы желаем вам хорошего настроения на весь день и только позитивных новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова